Вот теперь начали. Здравствуйте. Евгений Нархов, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории квантовой магнитометрии Уральский федеральный университет. В выставке мы участвуем, поскольку лаборатория уже более 35 лет разрабатывает, производит и поставляет приборы для задач геологоразведки. Основная поставка по России происходит, но и также зарубежные компании активно интересуются. И особенно в ситуации, которая сложилась в стране в последние годы, связанные с санкциями, с импортозамещением и так далее, очень интересует судьба именно российских производителей. Поэтому мы решили достаточно плотно поучаствовать в этой выставке, которая позиционируется как самая крупная в России, но и по сути единственная по данному направлению. Ну, форум, да. Да, то есть вообще на самом деле здесь по информационному заранее сопровождению, то есть в интернете, конечно, позиционировалось где-то как выставка, где-то как конференция, где-то как форум. Поэтому заранее, скажем, очень сложно будет предугадать формат участия, готовились ко всему, хоть выставка, хоть форум, чтобы ко всему быть готовым. А вот встретили ли вы тех участников, которые заинтересованы в ваших технологиях, в вашем оборудовании, да? Насколько вот те контакты, которые вы завязали здесь, для вас уставляют интерес? Ну, скажем честно, отчасти. То есть те контакты, которые были, которые удалось завязать здесь, они наверняка сработают самым позитивным образом, и будет эффективное взаимодействие, которое будет полезно как для нас, так и для тех корпораций, которые проявили данный интерес. Здесь хотелось бы отметить, что в будущем, если получится, хотелось бы, конечно, более масштабное мероприятие в плане количества участников и их, скажем, функционала. То есть помимо топ-менеджмента компании, хотелось бы, чтобы были представители, которые озвучивали реальные проблемы в отрасли, которые направлены именно на, может быть, нас интересуют технические, скажем, вопросы. Все равно хотелось бы знать, что лучше разрабатывать, какие есть требования и так далее, какие условия будут готовы покупать. Здесь все-таки у нас по данным вопросам есть некоторые проблемы в общении, но решились такие другие, более глобальные вопросы, и будет дальше решаться. Как вы оцениваете вообще уровень организации мероприятия, уровень спикеров и актуальность проблем, которые именно обсуждаются в конфонах экскурсии? Здесь ответ на все вопросы очень высоко. На самом деле очень радует и организация в плане удобства для участников. То есть все участники находятся, скажем, в зоне комфорта, и благодаря этому получается очень удобная атмосфера для общения, есть достаточно благоприятно сказывающиеся на результаты переговоров. Уровень, конечно, спикеров. Бесполезно комментировать здесь, он очень на высоте. По поводу актуальности, темы, которые заявлены, они, безусловно, актуальны. Но мне кажется, что в данной отрасли на самом деле количество актуальных тем, оно существенно больше. И опять же, если масштабировать несколько выставок и разделить, может быть, на несколько параллельно идущих площадок, по направлениям, если хотя бы разделять какие-то экономические, технические вопросы, предположим, то есть те же самые вопросы, связанные с внешне-внутренней политиковой выносить, может быть, или на разные площадки, и так, продумать здесь, как можно было бы группировать и вести параллельно несколько форумов. Никита, подскажите, пожалуйста, вот это у нас предприятие сегодня, будете ли вы участвовать в следующем году? Будете ли рекомендовать своим коллегам, своим партнерам участие? Коллегам мы порекомендуем, конечно, и мы до этого рекомендовали, скажем, в течение этого периода, который сами готовились, приглашали их тоже для совместного участия. Но в будущем год пока сложно сказать, сколько все достаточно сильно меняется, посмотрим, как будет складываться ситуация. Я думаю, что мы постараемся. Хорошо, благодарю.